Приветствую вас! Ну, вот, своей проблемой вы поделились. Это безусловно здорово и хорошо, что вы поделились своей проблемой. Только в чем вообще ваш вопрос? Вы не задали вопрос, вы не написали, чего вы хотите от психолога в данной ситуации. И, соответственно, исходя из этого, не совсем понятно, что вы не только ждете от нас, да, чего вы ждете от нас. Не совсем понятно, готовы ли вы решать свою проблему, и если готовы, то в каком направлении. Потому что есть у вас проблемы как с реализацией себя, так и с самооценкой своей, вот, так и с личными границами, которые вы не можете проставить. Вот, ну, потому что, да, потому что не привыкли, не научились, вот, и после этого возникают сложности. То есть вы сначала, да, сразу вы не определяете границы ответственности своей и другого человека. Ну, изначально, вот, сразу вы этого не делаете. Вот, а по помощи, просто человек начинает вами пользоваться, и вы, соответственно, от этого страдаете. Вот, что по итогу ведет к негативу с вашей стороны. Вот. То есть люди, по факту, да, они просто, вот, видят, как вы себя ставите, как вы себя ведете с ними. Вот. И относятся к вам соответствующим образом, но вам это не нравится, вам это не устраивает по итогу. Вот. А сказать уже вы ничего не можете. Вот. И, судя по всему, такая история происходит не в первый раз. Такая история происходит не впервые. Вот. И, безусловно, данный аспект является проблемой. Вопрос только в том, хотите ли вы эти проблемы решать. Вот. То есть, исходя из вашего текста, да, непонятно, что именно вы хотите. Опять же. Непонятно, что именно вы хотите. Вот. Давайте разберем. Разберем ваш текст. Значит. Вы пишите, в марте месяце осталась без работы. Работала бухгалтером, сокращение кадров, там я проработала почти четыре с половиной года. Значит. Здесь, а, хочется обратить ваше внимание на то, насколько вам, например, нравилась ваша работа. То есть, а, насколько она вас, ну, допустим, привлекала, да, насколько она вас интересовала. Вот. Насколько вам это было интересно. То есть, это был ваш выбор, ну, вот, собственно, идти работать с бухгалтером. Или это было, ну, или это был не совсем ваш выбор. Вот. Понимаете? То есть, а, тут вот, а, есть такой очень важный момент. 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 Значимости. Для вас. Да. Ваша работа. То есть, что она для вас значит. Работа. Ну, конкретно. Вы, вы воспринимаете ее, как что. Вот. Как любимое занятие, как средство заработок, средство для заработка денег. Вот. А, или, может быть, что-то еще. Определить для вас значение вашей работы. Определить для вас значение вашей работы. Очень важно. Для дальнейшего продвижения, в плане, ну, понимания вашей проблемы. Вот. Понятно, да? О чем идет речь? Дальше. Идем. Так. В апреле нашла работу. Обрадовалась, что недолго искала. Сначала было тяжело привыкать. Коллектив там маленький. Все приезжие. Я только москвичка. Давно все работают по 10 лет. Руководство из Калмыкии. Оль, Оль, Оль. Ну, есть. Есть, конечно, что-то странное в том, что вы, будучи москвичкой, устраиваете маленький коллектив, где руководство из Калмыкии. Т.е. Организация эта не серьезная. И вот, опять же, непонятно, да, что ли вы так работу искать, свою, торопились, т.е. вам, ну, вам так сильно была нужна работа. Вот. То ли у вас есть проблема с оценкой своих профессиональных, значит, навыков, и вы их не сказать, чтобы сильно цениться себя. Не сказать, чтобы вы сильно ценили себя. Вот. Потому что, ну, тот факт, что вы москвичка, да, этот факт, что вы устраиваете в такую организацию, это о чем-то говорит. О чем, я, конечно, пока не знаю. Я пока не могу сказать о чем-то говорит. Но о чем-то говорит определенно. Дальше идем. Так, дело не в коллективе и в работе. К ним я могу адаптироваться. А в чем сложность привыкнуть к коллективу? Ольга. Дело в глобухе. Он работает на удалечке. При этом я делаю всю работу за нее. И задаю все вопросы по WhatsApp. Иногда звонят и грузят. Ну, понимаете, Ольга, здесь напрямую опять же все зависит от тех проблем, которые я сказал. О которых я дал вам понять вначале. Вот, то есть, то есть, а если, если вы изначально себя не поставили так, как вам, например, комфортно могло бы быть, да, вот, то чья это ответственность? Хорошо. Почему человек, ну вот, допустим, ваш главбух, да, вот, почему он должен вести себя с вами по-другому? Почему он не должен делать того, что он делает? Да, это плохо то, что он делает. Это плохо то, что он делает. Безоскловно. Она себя ведет, ну, неприемлемым. Это понятно. Но ведь вы же понимаете, что это мало, это мало что меняет для вас. Потому что она своего поведения, да, своего поведения она вряд ли изменит. Точнее, если честно, да, то я думаю, что не изменит вообще. Потому что у нее нет мотива, нет символов. Зачем я меня? Вот. Но есть вопрос, есть вопрос, есть вопрос и к вам. Если вы говорите, что она вас грузит или что она там работает на удаленке, как вы говорите, то вы согласились на это изначально? Вы согласились на то, что вы будете задавать ей вопросы по WhatsApp? Что вы будете ее о чем-то спрашивать по WhatsApp? Вот. Вы согласились на это изначально или нет? Если вы на это согласились, то это одно, если нет, это другое. Вот. Вы пишите, что она вас грузит. Да, то есть вот, ну, грузит вас главбух. Грузит в смысле, ээээ, дает вам информацию, которая вам не нужна, видимо. Вы это хотели сказать. Допустим так. Допустим. Допустим так. Но тогда, в таком случае, что вам мешает сказать ей нет? Просто сказать нет человеку. То есть, без негатива, без агрессии. Просто сказать человеку нет. В определенный момент. То есть, понимаете, большинство рабочих вопросов упирается в разграничение. В разграничение того, за что отвечаю я, за что отвечаешь ты. У вас должны быть четкие понятия своих обязанностей. Вот. Вы пишите, да, еще не написал. АЗП у меня почти в два раза меньше, чем у сотрудника. Их всего чем шесть человек, а работа больше. Ну так опять же, это вы согласились на такие условия, Ольга? Вы можете либо согласаться, либо нет. Главный бухгалтер, бухгалтер, ее зовут Ольга, постоянно меня грузит по телефону, да еще иногда в очень слобном тоне. Ну опять же, да, то есть, она грузит, это ее проблема. Как это задевает вас, Ольга? Вот конкретно вас, как это задевает? В чем проявляется ее, ну скажем так, в чем проявляется ее факт того, что она вас грузит? Вот так давайте скажем. В чем проявляется этот факт того, что она вас грузит? Вот. То есть, определите для себя этот момент, пожалуйста. Это очень важно. Вы говорите, что она вас грузит как, чем, почему вы воспринимаете это как именно груз, да? Вот. А не как. Ну, что-то другое. Вот. Понятно? Дальше. Так. Главный бухгалтер. Так. Значит, переписка смеет вообще жить, какой-то хамский тон, на вопрос отвечает вопросом, передравнивает, наглости не занимает. Я ее еле терплю. А зачем терпите? Соответственно, к вопросу о значении работы. О значении, о значении работы для вас. А изначально как бы, как вы себя повели. Почему сразу не сказали, что вот так, как бы со мной нельзя и так далее. То есть, не установили границу. Значит, спросите, зачем я согласился на эту работу? Главный бухгалтер сказал, что скоро уволится, так как пришла работать в главную фирму, где я сейчас работаю в филиал. Ну хорошо, если она уволится, то когда нужны конкретные сроки? Что значит скоро? Конкретные сроки нужны. Я сомневаюсь, что она уйдет. Если вы сомневаетесь, что она уйдет, вы можете задать ей вопрос в этом направлении. Вы можете спросить ее об этом, когда она уйдет конкретно. Если она не ответит, то уходите сами. Вот и все. А так пока вы просто жалуетесь на нее, выставляя себя жертвой. И все. Обязательно посмотрите в интернете треугольных карпанов. В пятницу она мне опять мозг вынесла после того, как я спросил, когда будет зарплата. У меня такое ощущение, что вы достаточно негативно воспринимаете то, что поступает от нее. То есть вы не фильтруете информацию, которая вам не нужна, которая не связана с работой, например, вашей. То есть она, например, начинает вас возгрузить. Да? Ну, допустим. Она сейчас возгрузит. Вы слушаете все, что она вам говорит. А потом просто задавайте вопрос. Да? Так. Ааа. Ну, хорошо. Хорошо. Окей. Мммм. Вот так. Да? Так. Так. Хорошо. А все зарплаты? Так. Это все? То есть гнуть, гнуть свою линию, да? Гнуть свою линию необходимо. А получается она вас отвлекает от, ну, от проблем. Она вас отвлекает от дела. То есть вы, грубо говоря, вы позволяете себя отвлечь ей, и потом на нее же вы, соответственно, обижаетесь. Что, дескать, вот она такая вот плохая. Но так вы поймите, что вам нужно защищать свои интересы. Вам нужно защищать себя. Свои интересы. Никто за вас, за вас, к сожалению, да, этого не сделает. Никто за вас не будет защищать ваши интересы. Так что, тот факт, что она выносит вам мозг, да, вот, я пока что могу сделать вывод только о том, что вы себя неправильно поставили. С, ну, вот, с, эм, с, эм, с человеком. Так, эээ, очень желею сейчас вернят. Я уже думаю, что, может быть, мне уволятся. Не хочу быть рабыней из-за войны. Ну, знаете, кстати, а вы смотрите сериалы? Зачем? Эээ, так вот, эээ, если смотрите. Эээ, понимаете как? Вы можете уйти, но границы останутся. Точнее, отсутствие границ, оно останутся. Очень желею сейчас, что совершал. Эээ, вот это внутренний диалог, обвинения, да, обвинения и внутренние, внутренние противоречия, конфликты, также, эээ, мешают вам, эээ, выступать, ну, скажем так, последовательно, ээээ, ну, последовательную позицию занимать. В, эээ, во взаимодействии, с, эээ, людьми, понимаете? Вот. Поэтому, здесь, тоже нужно, эээ, смотреть, как часто вы жалеете, значит, ну, вот, о том, что делаете. Вот. Как часто вы об этом жалеете? Жалеете ли вы? Если жалеете, да, то, что, почему вы жалеете? А что бы вы сделали, а как бы вы хотели, а почему не получается это сделать у вас? Понимаете? То есть, это история, которую, эээ, нужно исследовать вам, ну, и, соответственно, нам, нам с вами, то есть, вам, но с помощью нас, психологов, например. А, дальше, когда я ей написал поздравление с праздником 9-го мая, она мне даже спасибо не сказала. А дочная была, Ольга? Может, у них в Калмыкии и так принято, да, я еще очень скучаю по своей премии работы, да, я всегда расплакал, хотя там было не все хорошо, но я очень привязал. А как у вас дела обстоят с семьей, Ольга? С семьей, с партнером, как, если у вас любимый человек, если у вас дети, там это складывается, такое ощущение, что работе вы придаете куда большее значение, чем она того заслуживает. Пожалуйста, пожалуйста, обратите на это самое прицельное внимание. И если тут есть проблемы, то лучше заняться именно этой проблемой. А к работе относиться все-таки только как к работе и не более того. Вот это то, что я могу вам сказать, да, то есть вас как бы обидывает, вы опять, вы поздравляете с праздником, да, чего-то ожидая чего-то взамен. А это так не работало, у человека есть выбор, сделать что-то или нет, ну, в ответ на вашу активность. Вот. Даже не думал, что в свои 42 года так будут переживать и не в первый раз остаюсь без работы. А из-за чего переживать конкретно? Давайте проанализируем все случаи, когда вы оставались без работы, чтобы лучше понять, что с вами происходит. И подкорректировать и изменить ваше поведение для того, чтобы в будущем таких историй не повторялось. Если хотите, обращайтесь. Обращайтесь за личной консультацией к любому из понравившимся вам специалистов. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.